Человечество, несмотря на развитие науки, так и не смогло разгадать многие мистические явления, аномалии, происходящие на Земле, в частности в небе. И у нас семь мистических явлений в небе, снятых на камеру, часть седьмая. Ослепительные вспышки раз за разом озаряют города разных стран нашей планеты. О них говорят и их исследуют специалисты. Некоторые эксперты убеждены, что все эти явления – результат полета метеора или звукового удара. Вот одна из вспышек, которую удалось снять на видео в феврале этого года над Россией. Местные жители рассказали о происходящем, как о страшном и удивительном моменте в ночном небе. Местная полиция получила многочисленные звонки от людей, которые стали свидетелями синего, белого и зеленого света в ночном небе. Свидетели говорили, что слышали также громкий грохот, в результате чего возникла версия, что причиной явления стало либо метеорит, либо звуковой удар. Позже метеорологическое бюро сообщило, что это не связано с погодными условиями, ведь в тот вечер никакой грозы зафиксировано не было. Кто виноват в необъяснимой вспышке? Свидетели сообщают, что все это мистическое явление длилось всего несколько секунд и было страшно и удивительно одновременно. В Южной Каролине прошлого месяца женщина засняла это на свой телефон. Странное небесное явление буквально выглядит как волны океана. В принципе, волновых облаков много, но вы посмотрите на эти, они уникальны. Смотря через экран монитора, голова кружится. А каково это увидеть вживую? Некоторые люди думают, что это природная аномалия – дело рук секретного оружия ХАРП, направленное на изменение погоды. Что вы думаете по поводу этого? Пишите в комментариях. 9 июля 2015 года в американском штате Техас перед изумленными жителями небольшого городка прямо из облаков вынырнул НЛО. Причем очевидцев происшествия удивил не сам этот факт, а то, что вместо обычной летающей тарелки они увидели в небе настоящий куб. Чуть позже свидетели мистического явления разместили в сеть множество фотографий таинственного объекта. Первый, кто выложил снимки кубического НЛО, был мужчина из Аль-Пасо. В комментариях под фото он сообщил пользователям соцсетей, что перед появлением в небе черного куба поднялся сильный ветер. Затем облака начали закручиваться в черный кольцевой вихрь. Мужчина тут же достал свой телефон и начал снимать на камеру. Увеличив масштаб полученных снимков, он увидел интересную картину. На одном из фото вместо куба получился параллелепипед. По словам другой свидетельницы, появление загадочного объекта она увидела, когда собиралась пообедать в свободное время. Среди облаков увидела движущийся предмет кубической формы. Сначала женщина решила, что это просто своеобразный воздушный шар. Но приглядевшись, поняла, необычная фигура в небе имеет огромные размеры. И от нее исходит слабое жужжание. Вполне возможно, что загадочный куб может быть хитроумным розыгрышем или рекламной уловкой. Но вдруг на самом деле это был НЛО. 6 декабря 2016 года жители Челябинска сняли на видео в небе странный объект. Метеорит или летающая тарелка, а может неизвестные науки и природное явление, это увидели местные жители в небе над Челябинском. Необычное явление они сняли на видео и выложили в сеть. На мой взгляд, это скорее всего осколок метеорита. Два непонятных объекта, которые появились в небе один за другим. Что это было, никто так и не понял. Может быть вы поймете. Первый раз в жизни такой? Вообще. Четко ведь видно. Конечно она вон ворочается. Использующий маскировку летательный аппарат замечен в облаках в небе над городом Фрейзер, штат Теннесси. Версия записи с повышенной экспозиции показывает тени в облаках. Охотник за НЛО утверждает, что им были получены упомрачительные кадры, показывающие замаскированный аппарат, патрулирующий нашу планету из облаков. На первый взгляд корабль трудно увидеть, потому что он скрывается за облаками. Но после изучения версии записи с повышенной экспозицией, появляются определенные странные тени. По словам энтузиастов НЛО, кадры были записаны 28 марта прошлого года. Автор видео утверждает, что он слышал громкие гулки и звуки, которые он не мог объяснить. Их источник находился в небесах, и все происходило за несколько дней до наблюдения. Это заставило его неоднократно выходить наружу, чтобы искать источник шума и даже не заглядывать в интернет в поисках объяснения или информации о наблюдении других людей. После того, как автор отказался от надежды объяснить шум человеческой деятельностью, как он сообщает, испытал жуткое чувство, будто что-то находится над ним в небе. Взяв свою камеру, человек начал снимать небо и говорит, что он увидел на долю секунды огромную машиноподобную структуру, движущуюся в небе. Он утверждает, что аппарат пробился сквозь тучи только на мгновение, и тогда его было легче всего увидеть невооруженным глазом. В первые январские дни сразу три солнца взошли над несколькими городами Европы, в их числе Санкт-Петербург. Два или три солнца на небосводе – оптический феномен, носящий название Паргелий. В переводе с древнегреческого языка термин означает «ложное солнце». Один из видов Паргелия возникает вследствие преломнения солнечного света в анизотропном ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Чаще всего Паргелий можно наблюдать в ясную морозную погоду. Необычное световое явление было замечено с помощью двух телескопов, расположенных на территории Гавайев. Очевидно, этот необычный феномен вызван свечением от выброса топлива, произошедшего в верхних слоях атмосферы. Судя по всему, данное световое явление – это след космической или баллистической ракеты. В любом случае, по мнению специалистов, зарегистрировавших вспышку, речь идёт о чём-то земном. Загадочная вспышка в небе, военное испытание или природное явление. Как вы думаете? А на этом у меня всё. Если вы хотите продолжение этого видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Зомби Чез. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok